Пошло, пошло. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Кузьмин, я парикмахер-модельер, уже практически с 20-летним стажем работы. Значит, цель сегодняшнего нашего эфира, это с одной стороны показать работу кондиционера Тахе, как экспертное мнение, это кондиционер для объема с кератином и маслом бразильского ореха, плюс тут еще есть масло медоухом, восстанавливающее для волос, еще пару-тройку масел для увлажнения. Вот, бифазовый кондиционерчик, вот он, вот он. Значит, что с ним? Как обычная бифаза, он взбалтывается для того, чтобы соединить две фракции, да? Потом мы разбрызгиваем на волосы, в данном нашей модели, ее зовут Юля, мы нанесли практически где-то 10 нажатий на корни и на длину, уже слегка подсушили для того, чтобы перейти вот в финальную фазу, вот. Потому что вторая цель нашей записи, нашего эфира, это семинары-тренинги по поднятию корней в волеум порт. Это семинары, которые я разрабатывал для того, чтобы как можно выше зафиксировать корень практически без применения либо средств для укладки, либо каких-то очень сильных фиксирующих прихоратов. И на волосах Юля, кроме вот этого кондиционера, фактически нет ничего. То есть мы помоливали волосы с шампунем бисульфатным, после этого мы нанесли на длину маску для амелирования, и после этого мы нанесли вот этот препарат Бифаг. Значит, запах у него, сразу скажу, не очень приятный. Он такой как бы кисло-медицинский такой какой-то интересный у него аромат. Я думаю, что это за счет кислот, которые здесь находятся. Они тут добавили, конечно, какую-то парфюмированную отдушку. И, кстати, здесь же в составе есть масло герани, которое обычно используется от покраснений и раздражений кожи головы. То есть если у вас, допустим, чешется голова, то эфирное масло герани может вам, кстати, в этом очень хорошо помочь. И после этого мы перешли к сушке. Сначала мы просушили просто волосы, как бы протряхнули. Вот, фен у меня наш профессиональный фирмы Куафин. Вот, Куафин 2400 с ионами Корто А2Р. Это была старая модификация, новая сейчас Б2Р. Вот, с ионной пушкой внутри. Как вы знаете, очень многие фены и парикмахеры, некоторые не любят ионы, потому что они делают волосы слишком укладки, и потом не хватает объема. Но я, наоборот, большой поклонник ионов за счет того, что очень быстро удаляется влага, потому что поток отрицательных ионов дробит капли воды фактически на молекулы, и очень быстро происходит мягкое испарение из волос. И самый главный момент в этих ионах – это выглаживание чешуек. То есть, за счет этого приглаживаются, притираются чешуйки волос, как бы прижимаются по волосине, как черепица, да, очень плотно. Волосы начинают сильнее блестеть, и моделирование концов происходит более мягкое и очень блестящее. Но теперь уже мы посушим. После того, как мы все это нанесли, просушили, я уже в некоторых участках, видно, поднял корень. А сейчас мы поднимем корешочек на первой скорости нашего фена. Поднимем корешочек, а после этого немножко промоделируем длину, чуть-чуть выгладим концы. То есть, мы их прогреем, потому что они после милирования такие более пористые, более сухие, и нам надо их немножко выгладить, да. А вначале мы поднимем корешку. Технология Volume Point заключает в себе что? Это у нас стоит, как бы, две основных задачи. Первая задача – это сместить рост волос, то есть, из привычной, как бы, когда волосинка выходит из кожи головы, она растет в определенном направлении. То есть, наша задача, как бы, эту волосинку поменять ее в противоположную сторону. И после этого приподнять корень где-то на сантиметр, по возможности полтора, иногда наоборот, нужно чуть меньше, где-то 8 миллиметров, особенно это часто бывает в зонах челки, вот, и зафиксировать его в этом положении. Вот, фиксация происходит за счет специфической, как бы, работы фена с расческой. Вот, когда мы фиксируем приподнятый корень, мы феном дуем в, как бы, основу расчески на стыке, вытертельных, как бы, торчащих, как это сказать-то, боже мой, не палочек, а штырьков, да? Ворсинки. Ну, это не ворсинки, да, потому что ворсинки, вот, зубцами тоже не назовешь, да? Считайте, палочки с бомбончиком, да? Значит, и мы дуем вот в эту зону. Расческа у нас туннельная, да, туннельная двухсторонняя, обычная, вот, совершенно, и мы поддуваем в эту сторону. Единственное, что здесь движение фена. То есть, когда мы заводим расческу, мы дуем в одну сторону быстро и в другую сторону. Для того, чтобы воздух был горячий, он дает такой, как бы, тепловой удар по корням. За счет этого волосики все стягиваются, они, как бы, пугаются. В обратную сторону то же самое происходит, фиксируем, и мы удаляем расческу. Либо просушиваем дальше длину. То есть, самое основное, это, как бы, зафиксировать вот таким образом, можно показать ближе длину, вот, зафиксировать в положении таком, то есть, сдвинутом с привычного роста волос. То есть, если так, волосы наши растут здесь вперед, как мы знаем, да, по спиральке, и они, как бы, очень плавненько лежат, то наша задача их сдвинуть в противоположную сторону, вот таким образом, приподнять и зафиксировать. У меня уже, безусловно, это происходит быстро, за счет привычки, да, постепенно, учитывая то, что продолжение наших рук – это фен и расческа. Вот. У вас поначалу может это происходить медленно, но я с радостью приглашаю вас на эти семинары-тренинги, они проходят регулярно, два раза в месяц, вот, и, как бы, потренироваться это делать, потому что сейчас, как вы знаете, мода на объемы, а хорошая фиксация объема – это, конечно, огромный плюс мастеру, вот, радость клиенту, да. И так переходим к сушке и поднятию фиксации корней. Да, за счет чего это происходит, ребята? Это, кстати, самый главный вопрос. Кто ответит на этот вопрос, за счет чего происходит фиксация у нас укладки или фиксация корней, помимо горячего воздуха и так далее, вот, вопрос более глубокий, я вам сделаю подарочек, мы потом свяжемся, каким образом, тот, кто первый ответит правильно на вопрос, тому я вышлю такое маленькое интересное украшение. Потом под видео я скинул фоточку, как это выглядит. Это ручная работа из стекла в виде либо фенчика, либо таких маленьких ножничек на подушечке. Есть такая технология, называется worklamp, когда из итальянского стекла выпаивается, а потом в печи формуются такие украшения, вот, как бы, любого характера. Ну, как бы, про приз вы поняли. А теперь перейдем к нашей работе. Кстати, почему мы дуем как раз на стыке вот этой расчески? Для того, чтобы не обжечь кожу головы, потому что воздух достаточно горячий, хотя на первой скорости не очень быстрый. Но, как вы видите, корень на объеме очень хорошо фиксируется. Да? Заметно? Видно вам, да? Ну, да, чуть-чуть вот так. Продолжение следует... итак давайте посмотрим что же мы с вами получили с объема вот представьте себе фактически волосы которые обычно тоненькие вообще практически не имеют объема обратите внимание то есть они приподняты практически на сантиметр от кожи головы что увеличило объем и соответственно нам поможет после этого не так быстро жирнится волосам до а 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 и а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как мы уже поставили корень, просушили всю длину, мы с вами можем уже перейти для прогрева длины. Кстати, очень часто у нас бывает такая ошибка профессиональная, когда длину волос перегревают, особенно когда волосы очень сильно повреждены или очень тоненькие. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо феном дуть параллельно расческой. Вот, допустим, у нас расческа, и когда мы ее используем, очень многие, естественно, профессионалы все в курсе, но для молодежи повторюсь, чтобы дуть по касательной волос, то есть по касательной, вернее, к расческе, где-то вот так, да, чтобы было понятно. И мы сначала, получается, расческу нагреваем, после этого мы работаем уже, как бы, перемещая расческу, то есть культив ее в руке, и по касательной дуем феном, и сейчас мы этот момент и сделаем. КОНЕЦ 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 Обратите внимание, волосы у нас прогреты, очень плавно и мягко, да, зеркало можно и снять, да, там видно. И за счет мягкого выгревания у нас получается и блестят концы, то есть мы сохранили, не пересушили, скажем, концы, при этом добавили блеска к концам. Обратите внимание, на бликах в зеркале это, как раз, очень хорошо видно. Вот это называется наша задача, как бы, сохранить во время сушки здоровые, красивые волосы и блестящие. Теперь мы пока, что можем сказать уже напоследок, чтобы не задерживать наш эфир. Значит, по поводу поднятия корней, по поводу поднятия корней, вы обратили внимание, технологию, и сейчас, вот если посмотреть даже на Юлю, без, как бы, ну, финального, скажем, финальной укладки, я думаю, что мы фотографию сделаем, в конце, конечно, поставим, да, вот, то есть без гофре, без каких-то дополнительных моментов, мы можем поднять корень и его зафиксировать, без средств специальных для укладки. По поводу нашего препарата, значит, того, что мы пробовали, можно сказать, что он достаточно хорош, при своей, скажем, лояльной стоимости он прекрасно работает, добавляет хорошо объемы, сохраняет блеск или улучшает его за счет масел, которые находятся, и очень приятный. Единственный минус, скажем, жирный минус, я бы сказал, это его запах. А в плане работы препарат очень хороший, нам очень понравился. Ну, все, и теперь еще последние несколько слов я скажу вам. Первое, напомню по поводу нашего сюрприза, подарка для тех, кто ответит на мой вопрос, это первое. И второе, приглашаю на семинары, тренинги, звоните, пишите, с удовольствием поделюсь своим опытом и с удовольствием потренируюсь вместе с вами, для того, чтобы показать, как с этим работать. У нас будет еще один эфир тоже по поводу укладок Volume Point, то есть точки объема, и когда я покажу укладку на короткую стрижку, тоже очень тонкие волосы, очень ровные, и которые очень тяжело обычно поднять. Мы все посмотрим, но это будет немножко попозже. Ну все, всем привет, ставьте нравится, пишите свои комментарии, жду вопросы, с удовольствием на них отвечу. Пока.